солнечная падаю видео было снято в пятницу поэтому если что-то вам понравится и ближайшее время вы хотели бы посетить рынок именно в паду и помните что в утренние часы рынок работает на пьяце да и сеньори продавцы которые сегодня присутствуют видео точнее их товар вы без труда найдете в пятницу появляется уже так называемый осенне-зимний ассортимент это прежде всего знаменитые свитеры и трикотаж которые у нас производится в непосредственной близости это огромные фабрики это это товар стопроцентно made in italy и действительно цена и качество не может не радовать признаться я люблю именно осенне-зимний период если говорить о съемке на рынках потому что именно в этот период продавцы а точнее местные производители действительно удивляют качество отменное а цены до сих пор низкие уже можно с уверенностью говорить что цены остались примерно на том же самом уровне хотя в италии цены повышаются с космической скоростью и быстротой черные вещи крайне не фотогеничны на них отражаются все ворсинки в реальности это абсолютно новый трикотаж и он выглядит абсолютно новым не так как на съемке черные вещи вообще доставляют немного проблем потому что если аутфит в витрине полностью черного цвета из черных вещей то заснять его просто технически не представляется возможным в италии очень популярные вещи из люрекса я показывала недавно в обзоре витрин вещи подобные это различные брюки различные блузы свитеры и также кардиганы пальто и вот на рынке появилось что-то очень похожее и очень красивая в этом сезоне подобные кардиганы уж не знаю насколько они будут носиться и любимы модницами но не абсолютно точно в тренде вообще образ секретарши это то что нам предлагают примерить на себя в этом сезоне рынок очень быстро реагирует на тренды такие кардиганы на пуговичках причем очень узкие очень маленькие очень укорочены уже появились еще немного люрекса нам в ленту стала я очень любить подобные изделия могу сказать что золотое к лицу действительно очень украшает если не решаетесь на пайетке как я показала в недавнем своем видео то люрекс к лицу тоже очень красиво не так броско не так эффектно но тоже работает очень хорошо в особенности если вы выберете как раз таки золотистые оттенки ну что ж еще один местный производитель повторюсь если вы приезжаете в паду и именно за трикотажем то пятница это лучший день потому что присутствуют все три производителя трикотажа и наверное сегодня вы сами заметите что больше всего я снимаю именно трикотаж это трикотаж пользуется у местных огромной популярностью очень часто местные производители являются просто заложниками того что люди приходят сюда они в магазины потому что очень многие производители имеют также магазины например каза де лото вы без труда найдете в венеции также в городе читаделла кстати очень красивый город всего в части езды от паду и заслуживает безусловно туристического внимания этот производитель находится рядом с бассано дель граппой бассано дель граппа тоже есть их магазин также можно приобрести продукцию как это очень часто бывает непосредственно на фабриках очень часто там продаются образцы которые запускаются в производство но именно на рынке происходит основная часть продаж показываю прежде всего вам вещи на которые я сама обратила внимание и которые могла бы порекомендовать к покупке либо ношу сама например у меня есть подобное пончи черного цвета кстати серый вариант тоже будет очень хорошо смотреться в тотал сером аутфите который в этом сезоне будет очень популярен например у меня есть светло-серые джинсы светло-серая рубашка и поверх такой пончи будет очень красивый аутфит я показывала как раз таки с джинсами свое черное пончи который тоже купила на рынке правда если говорить о накидке я бы выбирала более плотный вариант например этот мне нравится чуть больше он будет держать форму он не будет так опадать но был только в желтом цвете хотя опять же если говорить про цвет трикотаж именно здесь на севере италии а именно где снимаю в паду это прежде всего про цвет про базовые модели которые очень сложно найти в черном и в белом цветах и про цвет красивый к лицу который тоже очень сложно встретить продажи например кому нравится фиолетовый без труда найдет себе идеальный фиолетовый свитер кому нравится зеленые встретит практически все оттенки зеленого действительно на рынок очень многие модницы отправляются именно за цветом уже другой производитель и здесь мы с вами снова видим кардиганы на пуговичках лично я эти кардиганы называю кардиган секретаря секретарши не знаю почему но именно вот такой образ у меня складывается в особенности если подобный кардиган заправленный сочетается с юбкой карандаш и вот это это в прошлом году я приобрела себе подобное черное платье правда купила его на китайском развале это платье обошлось не по моему в 23 евро эти платья снова появились это тот же самый не продавец продавец другой цена как видите выше она отличается но это тот же самый производитель эти вещи производятся тоже где-то рядом с нами это так называемая китайская италия китайская италия да наверное такое есть выражение и это не что иное как производство непосредственно расположена здесь в италии но на котором работают и самое главное владеют именно китайцы они выкупили фабрики и в итоге производят там то что считают нужным и подобный товар тоже у нас присутствует не только на рынке но и в магазинах и я например не имею никаких претензий к этому товару если говорить о качестве если говорить о цене сама купила подобное платье в прошлом году в черном цвете с удовольствием ношу и в ближайшее время покажу вам его снова как только станет более прохладно как вы можете убедиться цены самые разные уже за 20 евро можно купить неплохую вещь из абсолютно 100 процентов натурального состава кстати на лотке производителя к заделоту вы также можете встретить очень интересные недорогие варианты вечерних платьев как они попадают сюда я достоверно знаю что во-первых исторически к заделоту как раз таки занималась производством подобных платьев они расшивались вручную и очень часто подобные платья покупаются и я тоже рассказывала что очень многие производители и очень многие известные марки поступают подобным образом они приезжают в магазин точнее представитель приезжает магазин и скупает практически весь ассортимент если он его заинтересовал этот ассортимент либо полностью копируется либо видоизменяется и выпускается потому что вдохновил производителей дизайнеров другого бренда так вот так поступают очень многие и некоторые варианты расшиты украшенные бисером пайетками это очень часто и действительно ручная вышивка индивидуальный вариант расшивки и вышивки могу сказать что эти платья попадают также как образцы и где-то нашли вы купили ими вдохновились взяли какие-то идеи возможно какие-то технические особенности а потом просто-напросто за небольшие деньги продают это в том числе и на рынке и действительно когда нужно платье красивое вечернее на торжество на один раз что называется надеть рынок может оказаться местом где вы это платье найдете вот он золотой трикотаж признаться коже он не очень комфортен часто царапает но какой эффект он оказывает на портретную зону конкретно на лицо это нужно что называется примерить и убедиться самим если встретиться вам подобный золотой трикотаж обязательно его приложите к лицу возможно примерить уверенно вы не пожалеете при этом золотой может быть совершенно разной интенсивности разного оттенка сегодня кстати я нашла за небольшие деньги мне кажется 30 евро за вещь сейчас я скорее всего покажу вам цену не помню засняла я ее или нет соответственно были юбки и были разные варианты верха к этим юбкам и если подойдет размер действительно можно получить очень красивую трикотажную базу за небольшие деньги я ошиблась на 9 евро стоимость одной золотой вещи 39 евро а не 30 как я помнила прикладываю эту юбку мне она будет узковато будет слишком сильно облегать повторюсь это очень часто остатки после уже прошедшего в данном случае летнего сезона их можно в том числе найти на рынке купить за небольшие деньги правда размеры и ассортимент ограничены у нас нет Продолжение следует... Продолжение следует... Винтажный лоток. Не знаю, сколько лет этому трикотажу, но он сейчас будет смотреться остромодно. Очень облегающего ряда. Мне понравился вот этот за 70 евро. Посмотрите, какой красивый вырез сзади и более глубокий спереди. Прекрасный трикотаж. У меня, кстати, есть подобные. Тоже, наверное, ему лет... Ну, если не 20, то лет 15. И есть разные цвета. Но белый мне понравился в особенности. Безусловно, остатки из какого-то магазина. Возможно, даже это не магазин, который закрылся недавно. А, скорее всего, это склад, куда были свезены в том числе вещи из этого магазина. Возможно, из других магазинов. Потом все это распродается за небольшие деньги. И за небольшие деньги попадает в том числе и на рынок. В случае, когда очень плохо отреставрировали обувь, посмотрите, красивые лодочки Селин, но как ужасно сделана реставрация. Вообще, в Италии это большая редкость. В Италии очень хорошие обувщики. Они умеют работать с обувью, в том числе и мастера по восстановлению, реставрации обуви. Но вот такого я, на самом деле, не видела, не встречала ни разу. И действительно, очень жаль. Красивая обувь, сатиновые лодочки носить, что называется, и носить. Но профилактика и восстановление каблука были сделаны ужасно. Роберто Кавали. Для тех, кто любит эту марку, что называется, как делали когда-то. Сейчас такие вещи, на самом деле, очень сложно встретить. Посмотрите, это стопроцентный шелк и вышивка бисером. Рукав видно даже на съемке, насколько становится тяжелым из-за подобной вышивки. И она прямо-таки обрамляет всю блузу. Действительно, уникальные, красивые вещи, которые сейчас можно встретить только в каких-то винтажных магазинчиках. Ну и вот на подобных винтажных развалах. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я надеюсь, вам этот выпуск понравился, был интересным. Будете у нас в Паду, и обязательно загляните на рынок. Это очень интересная атмосфера. И это очень достойный ассортимент. На этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok